Жили-были в одном лесу Два маленьких поросенка Один из них выстроил себе домик из прутьев А другой соорудил неподалеку шалаш из веток Однажды утром поросята вместе пошли на прогулку Один из них нашел птичье перышко, а другой необычную палочку Когда первый поросенок принес перышко домой Он обнаружил, что к нему в гости пришел медведь Поросенок совсем не испугался Потому что дружил со многими медведями в лесу Но этот медведь был слишком большим И стоило ему пошевелиться, как ой, домик поросенка развалился Поросенок не боялся лосей и дружил с ними Но этот лось был гораздо больше медведя И когда он встал, чтобы поздороваться с поросенком Хрум, шалаш тоже развалился Так оба поросенка остались без жилища А у лося и медведя никогда и не было своего дома И им всем было грустно, очень грустно И тогда лосю пришла в голову замечательная мысль Почему бы им не построить большой дом Где они могли бы жить вчетвером И где каждому хватило бы места Отличная мысль, но строительство большого дома С настоящими окнами и дверями С надежной крышей и лестницами С камином и печными трубами Дело непростое И они даже все вместе ни за что бы не справились Поэтому лось позвонил бобрам И вскоре к ним на подмогу Приехала бригада бобров-строителей Бобры сказали, что охотно помогут построить дом А в качестве оплаты хотели бы получить бутерброды С арахисовым маслом Лось, медведь и поросята согласились Бобры тотчас же отправились свалить лес Чтобы заготовить бревна для строительства А к ужину была готова и крыша Наши друзья тоже помогали бобрам как могли Медведь складывал из камней печные трубы Лось ставил окна и двери А поросята готовили для строителей еду И угощали их вкусным чаем Когда дом был почти готов Медведь, лось и поросята поехали на рынок Чтобы купить мебель, шторы, посуду и прочие мелочи Которые сделают дом удобным и уютным Наконец строительство завершилось И дом был готов Бобры вручили хозяевам счет за работу И у лося, медведя и поросят Как раз оставалось время, чтобы сходить в магазин И купить хлеб и арахисовое масло Потом они принялись делать для бобров бутерброды Медведь срезал хлеб, а лось и поросята намазывали его арахисовым маслом Они сделали 6 тарелок бутербродов и отнесли их на озеро К дому, где жили бобры Да, строительство дело хлопотное И поросятам лосю и медведю пришлось нелегко Они много трудились и очень устали Особенно медведь Стоило ли им так много работать? А вы как думаете? Только посмотрите, в какой красивый и уютный дом Они теперь возвращались Друзья сели ужинать Но очень скоро медведь стал зевать и ушел спать Потому что он очень устал Поужинав, лось и поросята вымыли посуду Уселись у камина в удобных креслах И принялись рассказывать друг другу всякие интересные истории А потом тоже пошли спать Они улеглись в свои постели Все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok